Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Причин возникновения этой ошибки есть несколько. Проблемы с интернетом или прекращение работы службы DNS, сбой в работе драйверов некоторых из компонентов системы, вирусы, блокировка антивирусной программой или брендмавером, некорректная работа в сетевом оборудовании. Как видите, причин достаточно, но ничего страшного. Есть несколько действенных методов, которые помогут исправить эту ошибку. Первым, что нужно сделать, это проверить наличие доступа к интернету. Возможно, просто отошел кабель или сетевая карта. Визуально оцените их состояние, коннекторы должны плотно прилегать к гнездам. Перезагрузите компьютер и роутер, отключите от ПК все внешнее оборудование, флешку, камеру, принтер и т.п. После каждой из манипуляций попробуйте осуществить обновление системы. Также, возможно, произошел сбой в предоставлении IP-адреса. Сопоставьте данные текущего IP-адреса с данными от поставщика интернет-услуг. Для этого откройте окно «Выполнить» с помощью клавиш Windows Plus R и выполните команду ncpa.cpl. Затем нажмите правой кнопкой мыши по вашему сетевому соединению и выберите свойства. Перейдите в IPv4 и проверьте правильность введенных данных или попробуйте получить IP-адрес автоматически. Если сетевые данные выставлены в роутере, то нужно будет проверить настройки в самом роутере. Как это сделать, смотрите в другом нашем видео, ссылка в описании, еще может помочь использование альтернативных DNS. Для этого установите предпочитаемому DNS серверу значение из 4 восьмерок, а альтернативному DNS серверу значение 8.8.4.4. Если с сетевым соединением все в порядке, попробуйте воспользоваться утилитой «Устранение неполадок». Для этого откройте параметры «Обновление и безопасность» «Устранение неполадок». Здесь найдите «Центр обновления Windows» и нажмите «Запустить средства устранения неполадок». После этого начнется поиск и устранение неполадок. По завершению вам будет предложено несколько действий. На время обновления попробуйте отключить антивирус и брендмавер. Еще одна из причин возникновения данной ошибки при обновлении операционной системы может быть устаревший драйвер видеокарты или другого компонента системы. Попробуйте его обновить, как это сделать вы можете посмотреть в другом нашем видео, ссылка на него будет в описании. Узнать модель видеокарты можно запустив окно «Выполнить» с сочетанием клавиш «Windows Plus R» и ввести «MS Info32», а затем компоненты «Display». Подробнее вы сможете посмотреть в другом нашем видео, все ссылки в описании. Для обновления драйверов используйте только официальные сайты производителей. После обновления драйвера потребуется перезагрузка, также стоит обновить драйвера и других компонентов системы. Если все это вам не помогло, попробуйте отключить обновления для других приложений. Для этого откройте «Параметры», «Обновление и безопасность» и здесь «Центр обновлений Windows». Затем «Дополнительные параметры» в открывшемся окне отключите «При обновлении Windows предоставить обновления для других продуктов Microsoft. После перезагрузите систему, зайдите в «Центр обновления» и нажмите «Обновить». Установите все найденные компоненты и снова перезагрузите компьютер. Затем запустите командную строку от имени администратора в поиске «Видите ЦМД», а затем поочередно выполните команды при регистрации «Библиотек Windows Update». Включите обратно обновления для других продуктов и проверьте на наличие ошибок. Поддержка Microsoft рекомендует периодически проверять возможность обновления и ждать пока эта ошибка не исчезнет самостоятельно, возможно это удастся через несколько дней. Еще одно решение, которое может вам помочь – это очистка кэша. Для этого удалите все содержимое папки «Software Distribution», которые находятся на системном диске в папке «Windows». Отметьте все содержимое и нажмите «Удалить». Некоторые из файлов вам не удастся удалить, так как они могут быть заняты системой. В таком случае просто нажмите «Пропустить». Затем перезагрузите систему. При обновлении системы на системном диске должно быть как минимум 20 гигабайт свободного места, если это не так, почистите его от ненужной информации. Как очистить диск от мусора вы можете посмотреть в отдельном видео, ссылка в описании. Если обновить систему по-прежнему не удалось, попробуйте выполнить обновление через командную строку, запустите ее от имени администратора и введите следующую команду. Иногда требуется выполнить команду несколько раз. Еще один способ отключить загрузку элементов автозагрузки. Для этого откройте конфигурацию системы, вписав это в поиске. И здесь во вкладке «Общее» отметьте выборочный запуск и снимите отметку напротив «Загружать элементы автозагрузки». Затем во вкладке «Службы» отметьте «Не отображать службы Microsoft» и нажмите «Отключить все», а затем «Применить». После откройте диспетчер задач и отключите все элементы из автозагрузки. Перезагрузите систему и снова попробуйте ее обновить. Чтобы вернуть все в начальное состояние, откройте окно конфигурации системы и верните все в прежнее состояние. А в диспетчере задач включите автозагрузку приложения. Еще вы можете воспользоваться официальным сайтом Microsoft для обновления Windows. Для этого откройте страницу «Скачать Windows 10», ссылка будет в описании. И здесь нажмите «Обновить сейчас», после чего начнется загрузка Windows 10 Upgrade. Запустите эту утилиту и попытайтесь обновить систему с ее помощью. Или же скачайте утилиту для создания загрузочного диска, который находится ниже. Запустите ее. И на этом этапе выберите «Обновить этот компьютер сейчас». Если все эти способы вам не помогли, остается сделать восстановление системы или вернуть компьютер в исходное состояние. Как это сделать смотрите в отдельных видео, ссылки в описании. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.